С помощью, опять же, головы нашего государства, который пригрозил всем, чтобы деньги не уходили, иначе вообще, и голова уйдет, а деньги, мол, тем более, и так далее, и так далее. Что произошло? Соответственно, мощные предприятия, которые живут тем, что они конвертируют рубли, соответственно, они поднимают на рынке ценник, потому что им нужно там, и так далее. Им запретили это вообще. Они, так сказать, правдами-неправдами. Отсюда, значит, соответственно, доллар сел на место, потому что он работает, то, сколько купит, оттого и будет цена, как на рынке в этом плане. Теперь мы доигрались до такой степени, что мы вообще ничего не можем производить без косвенного участия валюты. Молочные продукты все на немецких машинах, немецкие и швейцарские машины, которые производят все составляющие молочные, кефиры, ряженки, йогурты, творог и так далее, и так далее. Все варианты. Они работают не на молоке, они работают на сырье. Сырье, как правило, немецкое, как правило, французское и так далее. Отсюда, значит, происходит. Я даже не могу себе собственное молоко сделать, потому что я принужден то-то и то-то делать, понимаете? Вот что происходит. Я, так сказать, говорю молочные продукты как пример. Ну, какая связь у нас? Ничего у нас. Молоко, на самом деле, оно вибрирует по своей качеству. Летом оно в одной жирности, потом начинает падать. Зимой другая, сено сильно не поешь и так далее, и так далее, и так далее. Значит, для того, чтобы этого не происходило, это молоко, которое сейчас, пока лето, переводят в этот порошок, который потом будет являться. И они его подгоняют под стабильным. Сколько надо процентов? Столько будет? Три с половиной? Нате. Ноль, нате ноль. И так далее, и так далее. Значит, это сырье я просто беру как модель вот эту. И огромное количество вещей, казалось бы, которых, ну, нет реально, но они все равно там, где-то внутри. Потому что настоящие иголки находятся там-то, а нитки там-то, понимаете? Прикладные. А сошьем мы здесь. Ну, и так далее, и так далее. Значит, попытка запретить, она очень сильно опустила. Но это удержать невозможно, потому что остановится вообще все промышленность. Я сейчас, так сказать, без деталей, потому что наверняка экономисты меня сейчас поймают за хвост и будут правы. Но по модельной части это так. Вот сегодня. Плюс еще, так сказать, просто кулаки показали всем, что кто никаких за границей, не отдыхать государственным образом. Никому ничего не дают. Мы сами хлебнули у нас серьезные проекты за границей с Яралашем. И серьезные компании, которые хотели это все оплатить. В результате мы сейчас все это делаем нашей программой в Сочи. Потому что запретили вывозить деньги. Это какой-то момент почти полгода выровняло. Сейчас полезло опять, потому что жить надо. И человек, который должен дышать, он должен дышать, к сожалению, за валюту. Вдыхать воздух, выдыхать сюда углекислый газ. Вот такая, так сказать, это я такая грубая часть модели. Плюс, вот и вся промышленность завязана, к сожалению, на этом. И сегодня вот просто так переставить невозможно в одну минуту. Понимаете? Слишком это все. И попытки ничего не дают. Потому что мы никак не хотим делать. Теперь вот закрыли отдых. Ну, в общем, ограничивают отдых. Поехали здесь. В России. Дороже. Хуже. Погода хуже. Море грязное. Кормят черт и чем. Обслуживание ужасное. Номер убрать. И это все. Качество простыней и так далее. Понимаете? Ценники непристойные. Лично я, так сказать, отдыхала в Арианде. Платил 200-280 долларов в день за очень скромный номерочек. Я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Что у вас за ценник такой? И так далее, и так далее. Вот эти все несоответствия еще будут очень долго. И отсюда масса вещей. Плюс, так сказать, сегодняшняя ситуация, когда нас изрядно все ограничивают во всех этих самых, то выхода из этого пока нет. Поэтому он будет, к сожалению, расти и расти. И, соответственно, через пять минут он начнет подниматься. Возят нам государство, не ввозят. Он косвенно все равно будет влиять на это. Значит, с ним очень тяжело управляться. Почему я говорю? Если вообще отпустить, то завтра будет за сотню уйдет и так далее. А те люди, которые не согласны с политикой нашей страны, они знают, куда давить. Они давят на нефть, они давят на золото. У нас все, больше ничего нет. Уран как бы в таких количествах не нужен. Да и кое-где он добывается. Вот вам результат. Газ и нефть, вот так сказать, падает в цене. Все это прибивает и прибивает. Вот вся история. Хорошо, мы поговорили об этих ужасах. А как вы карабкиваете? Есть прям в два слова? Что нужно делать? В два слова прям, очень коротко. Совет министров, включая всех советников вокруг президента, не знает, что с этим делать, куда деваться. Потому что любой шаг назад, к сожалению, грозит колоссальнейшими проблемами у тех, кого мы сейчас прикрываем. Отсюда, значит, еще хуже будет. Будет резня, просто страшная резня. Будут выискивать ведьм, понимаете? Так или сяк, значит, опять плохо. Держать тоже плохо. Что делать? Я не знаю. Если бы я знал, я бы сказал, а давайте сделаем вот так. Я иногда меня посещает, какие-то государственные идеи. Когда ломали гостиницу в Москве, я поздно охватился, надо было в этом месте поставить дворец съездов, который в Кремля. Из Кремля вынуть ее, дать ему историческую. Здорово я придумал, но опоздал. Ну, например, я гордился с одной стороны. Ну, я опоздал, поэтому кого интересует это? Место гостиницы Москва, у которой было огромное количество интересных внутри и так далее, стоит. Сегодняшний, современный торговый центр, в котором самой гостиница 3 копейки. Остальное все торговля. Надо это? Не знаю. Я, так сказать, не мой вопрос, но просто рассказываю. Если бы я знал, как исправить в нашей стране, я бы сказал, ребята, давайте. Когда-то я вдруг до меня дошел, что мы единственная страна, у которой нет детского канала телевизионного. Я стал орать, появился канал, потом еще один появился, потом их соединили вместе. Но это не тот канал, который раньше был на кнопке, и там, где была сейчас «Россия-2», в результате что будет? Спорт опять. Да что ж это такое-то? Господи. Мы все время строим стадионы, а надо строить больницы. Мы проводим сейчас сокращения по обслуживанию медицинскому, а надо, наоборот, то, что очень больное общество на полном серьезе. Дети в огромных количествах. Это касается и природного, так сказать, что творится вокруг экологии всей. Вот. Если, так сказать, я сейчас залез не в ответ, а в вопросы, которые наставил я, и я себе, как гражданин страны, тоже ставлю. Спасибо. 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 Спасибо.